Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим про опытный малогабаритный автомат Качева, АО-46. Но перед просмотром подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поехали! В 1969 году работник известного предприятия Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Андреевич Ткачев загорелся идеей создания опытного образца малогабаритного автомата. Данный автомат создавался под находящийся в разработке перспективный патрон 5,45 мм, так как данный патрон считался малоимпульсным. Предложенная Ткачевым модель оружия получила обозначение АО-46, автоматическое оружие под номером 46. Вес автомата составлял всего 2 кг, поэтому его можно было по праву назвать сверхлегким. Тактико-технические характеристики АО-46. Калибр – 5,45 мм. Длина – с прикладом 655 мм, со сложенным прикладом 458 мм. Длина ствола 245 мм. Вес без магазина 1,95 кг. Начальная скорость пули – 715 м в секунду. Емкость магазина – 15 патронов. Темп стрельбы до 700 выстрелов в минуту. Прицельная дальность до 200 метров. Данный малогабаритный сверхлегкий автомат рассматривался в качестве оружия личной обороны военнослужащих, кто не принимает непосредственного участия в огневом контакте с противником. АО-46 мог стать штатным оружием советских танкистов, ракетчиков, артиллеристов, различных вспомогательных работников. С технической точки зрения АО-46 представляет собой автоматическое оружие, построенное по газоотводной схеме автоматики. Благодаря короткому стволу порох сгорал не полностью, образуя запредельное давление, оказывающее травмирующее воздействие не только на стрелка, но и на тех, кто находится рядом. Устранить эти явления помогла специально разработанная дульная насадка, которая была выполнена в виде расширительной камеры, достаточно большого объема. Кроме того, такое решение позволило отказаться от газовой трубки, пороховые газы, необходимые для работы автоматики, отводятся непосредственно из расширительной камеры. Оригинальное решение, с использованием магазина в качестве пистолетной рукоятки, имело свои последствия. С целью уменьшить ее ширину патроны в магазине размещались с очень большим наклоном. Но это привело к ухудшению эффективности подачи патронов. Эту проблему конструктору удалось решить только с магазином на 15 патронов. В конструкции присутствует металлический складной приклад. Чтобы защитить руки стрелявшего от ожогов, металлические части передней части ствольной коробки закрыты накладками из шпона. Автомат АО-46 прошел цикл испытаний, но на вооружение так и не был принят. Однако наработки и расчеты, произведенные Петром Андреевичем Ткачевым, способствовали открытию «Ниокр Модерн», результатом которой стало принятие на вооружение автомата АКС-74У в 1979 году. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. С вами был Егор. До встречи!